Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Путь о православии в нашей жизни». В студии журналист Белла Засецкая. Как известно, в нашей области, как и по всей стране, прокатился так называемый «бэби-бум». Дамочки с округлыми животиками, молодые мамочки с колясками и малышами очень украшают окружающую картину. И, конечно же, у детских докторов прибавилась хлопота. Чем сегодня они особенно озабочены? Вот это предлагаю выяснить в нашей программе, поскольку встречаемся мы с замечательным детским врачом Галиной Николаевной Чумаковой, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации, членом общества православных врачей имени святителя Луки Война-Ясенецкого, заведующей кафедрой неонатологии и перинатологии Северного государственного медицинского университета. Здравствуйте, Галина Николаевна. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Вот у вас специальность неонатолог с такой модной нынче приставкой «нео». Вот если можно, несколько слов о том, чем занимается неонатолог, что это за профессия? Здравствуйте. Неонатолог, термин «неонатология» появился недавно. И в номенклатуре врачебных специальностей в 1987 году, в конце прошлого века, появились такие специалисты. До этого в новорожденных в роддомах смотрели педиатры, их называли микропедиатрами, но считалось, что все дети рождаются здоровыми. Поэтому осмотр педиатра был несколько условен. Дать маме рекомендации на дом и отпустить ребеночка вместе с мамой домой. Заболевания диагностировали немного, возможно, их и было меньше в прошлом веке. А сейчас, конечно, это очень важная специальность, потому что жизнь каждого человека начинается в роддоме. Социальная такая жизнь. Но это не совсем верно, потому что жизнь ребенка начинается еще до его рождения. И очень много определяет здоровье ребенка – это мама. Как мама готовится стать матерью, как женщина ведет себя до беременности, во время беременности. И часто дети расплачиваются болезнями из-за неправильного поведения мамы во время беременности. Поэтому нанотологам сейчас стало работать очень интересно. И специальность, я считаю, в разделе педиатрии – это одна из самых важных. Это старт всей педиатрии. Галина Николаевна, насколько я себе представляю, у нас в Архангельске в области в последние годы сложилась такая довольно целостная система помощи и будущим мамам, и молодым мамам, и малышам. И работают в этой сфере, скажем так, и нанотологи, и психологи, и наши православные священнослужители, и приходы православные, они тоже участвуют в этой деятельности. Я вот, когда готовилась к передаче, с большим удовольствием узнавала что-то новое для себя. И узнала, например, что в наших роддомах с будущими мамами занимаются совершенно чудесным образом. Есть там такие занятия, как музыкотерапия, психогимнастика, расслабление с помощью прикосновений, визуализация, сказкотерапия. Просто какие-то удивительные совершенно вещи происходят. Вот так все изменилось за последние годы. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Совершенно верно. Сейчас акцент, я уже говорила, идет на подготовке женщины к встрече с ребенком. И в прошлом веке были занятия с беременными, и в основном они готовили к родам. И женщина настраивала себя на то, что в момент родов все прекратится, все свершится. И считала, что все трудности закончились. А сейчас, когда в родзале женщина говорит, ох, слава богу, все закончилось. Все дружно и отвечают, нет, все только начинается. И вот к этому старту, к этому началу женщина должна готовиться во время беременности. И у нас в каждом родильном доме, в женских консультациях, существуют школы для беременных. И эти школы, это не только школа подготовки к родам, но прежде всего, это школа подготовки к встрече с ребенком и умению ухаживать за детьми. Умению распознавать их желания, умению взаимодействовать с новорожденным ребенком. И для этого существует занятие по музыкотерапии. Оказывается, женщины не знают колыбельных песен. А если ребенку до рождения петь колыбельную песенку, то, соответственно, когда он уже родится, песенка будет знакома, ребенок будет хорошо засыпать под эту песню. В занятия ведут музыканты, учат петь колыбельные песенки. Занятия проводятся в родильных домах, проводятся в том числе в поликлиниках. То есть, если раньше у нас была одна-две школы для беременных, сейчас их много, и женщина может выбрать ту школу, где она может получить именно те навыки, которых их не хватает. Поэтому научиться рассказывать сказки, потешки, песенки простые, этому нужно учиться. Мама считает, что это не важно, важно что-то другое, но ребенок будет здоровым только тогда, когда душа матери участвует в воспитании ребенка. Мы говорим, что есть единение душ, плода и матери. И вот это единение душ, оно достигается именно таким взаимодействием. И в областном родильном доме у нас уже три года существует школа материнской любви, где учат любить ребенка. Это тоже великий труд. Но учиться нужно полюбить ребеночка, который еще не родился. Тогда встреча с этим ребенком будет огромной радостью и счастью и для ребенка, и для мамочки. Такой вопрос. Проводились ли какие-то исследования о влиянии музыки на новорожденного? Музыка, она влияет не только на настроение ребенка. Уже в середине прошлого века существует множество работ, которые показывают влияние пренатального воздействия музыки. И есть специалисты-музыко-терапевты, и есть специалисты-перенатальные музыко-терапевты. То есть те люди, которые занимаются изучением влияния музыки на плод. При этом оценивается его двигательная активность, оценивается рост, развитие плода, оценивается даже интеллектуальная способность ребенка после его рождения. Считается, что если дети слушают классическую музыку до рождения, индекс интеллектуального развития у этих детей уже в школьном возрасте достоверно выше. И музыка заставляет работать не только восприятие органов чувств, слух, музыка также заставляет работать весь большой мозг ребенка, формируется большее количество связей между нейронами, и, в общем-то, умственное развитие таких детей гораздо лучше. — Я бы хотела немножко дополнить, что наши приходы тоже занимаются подобной деятельностью, и в Успенском храме уже несколько лет подряд происходит занятие по обучению мамочек пению колыбельных. — Совершенно верно. В Успенском храме у нас как раз женщины, посещающие школу материнской любви при областном родильном доме, они приходят в Успенский храм, и там с ними занимаются специалисты по музыкотерапии, занимаются музыканты. — Проект «Школа материнской любви» включает в себя несколько уровней работы с мамочками. Что еще в этой сфере? — Совершенно верно. Вот полюбить ребенка нужно таким, как он есть. Поэтому, когда проводят занятия в школе материнской любви с женщинами, занимается психолог, занимается акушер-гинеколог, занимается даже анестезиолог, говоря о том, как сделать роды безболезненными. И, конечно же, наонатологи. Поэтому это команда специалистов, которые стараются достичь одной цели — научить маму любить своего ребенка и любить его еще до рождения. — Калина Николаевна, я знаю, что Вы уже много лет возглавляете такой интересный проект, точнее, это конференция для медиков, я так понимаю, для медицинского персонала в честь иконы Божьей Матери Млекопитательница. Само название говорит о направленности этого дела. Это нужно актуализировать сегодня — кормление ребенка грудным молоком. Насколько это отходит из современной жизни? Насколько это вообще большая проблема? — Эта проблема огромная. К сожалению, в последние годы многие мамы приходят в родильный дом с мыслью, что они кормить грудью не будут. Они выйдут на работу, мамы мотивированы на то, чтобы работать. А молоко не нужно, вместо молока будем кормить смесями. И объяснить мамам то, что молоко грудное — это не гастрономический продукт, это огромный труд. Сейчас очень много исследований посвящено тому, что же такое грудное молоко. Грудное молоко — это прежде всего биологическая ткань. Грудное молоко содержит те продукты, которые невозможно синтезировать искусственным путем. В первую очередь это стволовые клетки. Поэтому ребенок, питаясь грудным молоком, он получает терапию стволовыми клетками. Поэтому если где-то какие-то клеточки погибли в больных органах, они смогут восстановиться за счет стволовых клеток. Даже при сниженной регенеративной способности организма ребенка. Кроме того, грудное молоко программирует человека на здоровье. Благодаря получению грудного молока некоторые патологические гены могут деактивироваться. Вот это программирование метаболическое с помощью грудного молока здоровье — это очень важно. И мы должны понимать, что как бы ни шли вперед технологии по созданию смеси, грудное молоко никогда не может быть синтезировано. Это уникальный продукт. И наша конференция как раз и призывает к тому, чтобы кормили грудным молоком не только женщины абсолютно здоровые, но и женщины, которые могут считать, что у меня есть болезнь, я плохо себя чувствую, у меня хронические болезни. Вот женщины, которые оказываются в трудных жизненных ситуациях, женщины, которые родили ребенка преждевременно, они все равно должны кормить детей грудью. И есть технологии, поддерживающие грудное вскармливание у женщин не вполне здоровых, так скажем. И за это надо бороться. Поэтому это называется борьба за грудное вскармливание. Да, интересная тоже тема. И оказывается, у нас в России до революции существовал вообще институт кормилец. Те женщины, которые вскармливали наших царей, и вообще в богатых семьях было принято, что... Совершенно верно, потому что они пытались создать какую-то искусственную смесь, а кормили грудным молоком. Но более того, и довольно-таки дамы высшего света понимали, что ребенку нужно все-таки молоко собственной матери. И многие княгини кормили своих детей грудным молоком. Это мы можем видеть в произведениях того же Льва Николаевича Толстого, как женщины высшего света, посвятив себя материнству, вот этому великому служению, все-таки кормили своих детей сами. Такое мудрое отношение к ребенку. Помимо темы грудного вскармливания, Ваша конференция, наверное, затрагивает еще какие-то больные вопросы современного материнства. Конечно, у нас каждый год конференция... В этом году проходила уже 16-я конференция, в следующий год будет 17-я конференция, и каждая конференция имеет свою тематику. И тематика последней конференции, в частности 15-я, юбилейная, у нас была посвящена табачному синдрому плода, то есть табак и беременность. Должна называлась «Беременность – зона свободная от табака». А, к сожалению, в последние годы женщины не хотят расставаться с привычкой вредной табакокурения, и не понимая, какое влияние это оказывает на плод. И те повреждения, которые наносит курильщица плоду в первые месяцы беременности, они потом не могут быть восстановлены. У нас научные исследования приведены, когда мы видим, что безвозвратно утрачиваются нервные клетки и мозг у детей и женщин, которые курили хотя бы даже первые три места беременности. Поэтому мы бьем тревогу и говорим о том, что действительно беременность должна быть зоной свободной от табака, и уже планируя беременность, женщины должны отказываться от табака. И у нас каждая конференция имеет какую-то свою привязанность, имеет целью своей просвещения в том или ином вопросе на анатологии. То есть мы стараемся охватить как можно больше вопросов, приглашая смежных специалистов, то есть не только на анатологи, на анатальные сестры, но обязательно специалисты других областей. И есть сотрудничество с Обществом трезвости имени Иоанна Кронштадтского. Вот насколько я знаю, что здесь тоже ведется совместная работа. Совершенно верно, потому что мы говорили о табаке, но то же самое мы говорим и по алкоголю. И до этого у нас были конференции, посвященные алкогольному синдрому плода. То есть мы должны понимать, что женщина невольно становится преступником, лишая своего ребеночка возможности правильно, хорошо развиваться. Потому что те клетки мозга, которые гибнут под влиянием алкоголя, табака, они утрачиваются безвозвратно. То есть это очень страшное воздействие на собственного ребенка. И каким-то образом это нужно довести до сознания молодого поколения, как это плавают детей. Потому что очень часто мамочки спрашивают, ну почему у меня такой ребенок? Ведь как только я запланировала беременность, я перестала пить, я перестала курить, я перестала вести беспорядочную половую жизнь, почему у меня ребенок больной? Нужно понимать, что ребенок проходит внутриутробное развитие, мы говорим протогенез, это стадия, когда половинка ребенка живет в организме матери, половинка ребенка живет в организме отца. И вот эти женские половые клетки, яйцеклетки, они рождаются вместе с новорожденной девочкой. Мы всегда говорим, что девочка рождается вместе со всеми своими деточками будущими. Поэтому как эти деточки проживут жизнь с будущей мамой, с периода новорожденности, до начала репторактивного возраста и беременности, от этого во многом зависит здоровье ребенка. Поэтому, конечно же, мы должны понимать, что мы должны проводить работу и с школьницами, и с студентками училищ, колледжей, университетов, потому что часто идет непонимание, откуда берется больной ребенок, почему он болеет. К сожалению, есть масса болезней, которая формируется еще даже на этапе до возникновения эмбриона, до возникновения зиготы, когда страдают половые клетки мамочки будущей и будущего папочки. — Николаевна, я вас хочу поблагодарить за то, что вы нашли возможность и время прийти к нам на передачу и пожелать вам больших успехов и сил в вашем благородном труде по защиту новорожденной жизни. — Спасибо. Дорогие друзья, в завершение мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, о чем сегодня шла речь. Православная точка зрения на мир утверждает о непреложных духовных законах, действующих в жизни всех людей. Наше тело и душа, физическое и духовное, а также отношения с окружающими людьми – все это находится в непосредственной связи. Одно оказывает влияние на другое. И, казалось бы, наше сугубо личное вдруг сказывается на том, что происходит вовне, в природе, в социуме, в судьбе наших ближних. Вот такая глобальная ответственность за так называемый личный выбор. Дай Бог нам выбирать всегда в защиту жизни и добра.